Привет, Интернет! С вами Андрей из Австралии. Я смотрю, тут народ занялся покупкой недвижимости и все такое. Особенно в Брисбене. Прочитал я недавно статейку по поводу всего этого дела. И почему, собственно говоря, тот же самый Александр Петров говорит, что начиная с 2018 года начнется весь жилистный кризис. Итак, проблема состоит в том, что приблизительно начиная с 2018 по 2021 год начнут заканчиваться фиксированные контракты по процентным ставкам. И фактически все вот эти товарищи, которые занимались спекуляцией, то есть которые просто покупали дом, потом под его залог покупали еще один, потом второй, третий и так далее, они попадут под большой пресс. Потому что они как раз занимались тем, что выплачивали чисто тело процента. Они не выплачивали кредит вообще. То есть, грубо говоря, если вы покупаете дом за миллион долларов, у вас есть там депозит 200 тысяч, то есть, грубо говоря, 20% у вас есть, то чтобы вам чисто выплачивать проценты, вам надо где-то около, по-моему, 3333 доллара в месяц. Ну, то есть, там, по-моему, 800 или около того в неделю. 890, около того. Не, что-то я... ну, 800. Будем считать 800. Чуть-чуть пересчитал. Грубо говоря, если вы возьмете тот же самый дом в ренту, то вы будете выплачивать где-то в районе 600. То есть, можете сравнить разницу. Так, собственно говоря, все, многие, не все, многие спекулянты, они живут на съемном жилье, потому что это дешевле, чем жить в собственном жилье и выплачивать его. То есть, таким образом они экономят какую-то сумму денег. Ну, и теперь представьте, то есть, вы должны, грубо говоря, дать где-то 3,5 тысячи чисто на проценты, а если вы хотите выплачивать хотя бы немножко кредита, то надо около 4,5 тысяч, а по-хорошему 5,5 тысяч. Ну, вот, получается такая проблемка. То есть, начнет все это дело очень хорошо сыпаться, начиная с 2018 года, потому что банки больше не хотят выдавать такие кредиты, и они будут проверять полностью историю покупателя. А также, то сможет ли он к концу кредита выплатить его или нет. Вот так вот. Ну что, пока. Ставьте лайк, если вам понравилось.